дорогие коллеги добрый день хорошо ли меня слышно мы сейчас уже будем начинать так сейчас я поделюсь как всегда экраном так видно ли мой экран а не подтверди пожалуйста пока что не видно нас так сейчас посмотрим еще раз так а сейчас да сейчас видно и вот так отлично дорогие друзья мы вас приветствуем на нашем очередном сегодня завершающем вебинаре нашей академии эксплуор франс сегодня у нас 4 4 вебинар 2 модуля вы большие молодцы что сегодня собрались все здесь на этом завершающем вебинаре этого модуля как вы знаете это не последний модуль наших вебинаров следующие мы ждем уже осенью и сегодня с вами буду я анастасия косточева руководитель по пиар-коммуникации партнерству в национальном агентстве по развитию туризма во франции от у франции мы сегодня поговорим с вами о семейном отдыхе во франции на самом деле я думаю что эта тема интересна многим и действительно франция страна с обширными возможностями семейного отдыха и с нами сегодня наши дорогие партнеры как и водится которые выступят и презентуют вам себя и свои продукты после презентации эту франция с нами сегодня убер из отеля любили монт в париже и сегодня с нами наша дорогая виктория якшева которая представит наверное самый известный тематический парк аттракционов диснейленд виктория добрый день буржур добрый день очень рада спасибо настенька и анечка спасибо дорогие большое спасибо и конечно да сегодня я с моей коллегой на нагальный которую вы все хорошо знаете который большое спасибо что нас сегодня всех здесь собрала немножко пара слов по поводу нашей академии но я думаю что вы знаете лучше меня уже что такое академия экспорт франс у нас три уровня обучения базовый продвинутый эксперт сейчас мы с вами находимся на продвинутом уровне базовые уже все большие молодцы прошли после этого вебинара как водится у вас будет тестирование и самым успешным обучающимся конечно будут выдано дипломы и будет повод пройти на следующий уровень эксперт пройти этот уровень действительно стать экспертом по туризму во франции сегодня мы с вами говорим о семейном отдыхе действительно семейный отдых и организовать его задача несложная но тем не менее надо знать какие-то моменты которые возможно могут помочь вам составление как программы так и советов для ваших клиентов для вас для гостей франции семейный отдых во франции он увлекательный он очень многогранный это не только конечно парки аттракционов что скорее всего больше всего интересует молодое поколение но это конечно культура это природа это горы это море и сегодня я сделаю вам такой небольшой экскурс и конечно же все дополнительные материалы можете всегда у нас запрашивать что-то вам возможно понравится больше о чем-то вы захотите получить больше информации естественно по любому запросу мы здесь как и наши партнеры наши друзья чтобы рассказать вам как можно больше о семейном отдыхе во франции конечно сегодня в нашу презентацию мы это все не сможем уместить но какие-то небольшие моменты конечно расскажем вы знаете что во франции огромное количество отелей и в принципе большинство из них подходят для отдыха семьями в городе в любом городе да будь то париж или другой административный центр или маленькая деревушка можно остановиться в любом понравившемся отеле если вы едете в парк аттракционов то конечно в отелях там часто это невероятной красоты здания соответствующие тематике парка но сегодня мы еще поговорим о клубном отдыхе во франции он тоже есть это туристические деревни или как мы их называем велаж ваканс самые известные цепочки я не буду все вы здесь видите несколько примеров на презентации несколько примеров цепочек клубных отелей но самые известные наверное все вы хорошо и знаете это клапмет и пьера ваканс клапмет есть четыре уровня отдыха для разных возрастов детей от 4 месяцев до 17 лет и для них конечно же совершенно разная программа предусмотрена отдыха то есть это baby клапмет от 4 месяцев до 23 месяцев в принципе до года 5 клапмет это где-то 2-3 года дальше у нас есть мини клапмет и уже завершается джуниор клапмет это до 17 лет то есть ваши дети подростки и совсем маленькие дети будут заняты целыми днями а взрослые смогут насладиться любимым отдыхом в своем ритме клапмет во франции присутствует на многих горнолыжных курортах куда приезжают кстати не только зимой но и летом на здравительные какие-то процедуры это и вальдизер и лизарка и солнечный сершевалье в южных альпах конечно спортивный тень ну и под рога цикад с оливковым маслом конечно прованс где и среди сосновых лесов атлантического побережья в общем то найти можно все что угодно в любой сезон что касается пьера ваканс это и резиденции премиум резиденции и туристические деревни до вилляжи ваканс о которых мы говорим они присутствуют практически во всех регионах франции в том числе в патушаранте патушаранте это регион западной франции до регион новая квитания недалеко от для рошей город для который мы сегодня кстати и поговорим ну конечно когда мы едем во францию всей семье стоит познакомиться с историей культурой франции во время этой поездки и для детей и для взрослых это можно часто сделать в игровой форме поэтому информация будет восприниматься очень легко и интересно многие музеи предлагают различные детские программы существует аудиогиды на нескольких языках специальные экскурсии для детей мастер-классы чтобы таким образом молодых путешественников конечно увлечь это и музей арси и лувр и импрессионисты в жеверни в общем то на любой вкус и на любой интерес париж конечно когда мы приезжаем в париж нам хочется пройтись по интересным местам интересным музеям точно стоит отправиться на полдня совершенно огромный парк он называется ля вилле 19 округе парижа возможно немногие о нем знают это самый большой парк в париже и в течение всего года там предлагается программа выставок театральных постановок там есть цирк там есть кино там есть городок музыки там там собственно находится филармония парижская и здесь расположен городок науки и индустрии это музейный центр крупнейший между прочим научный центр научно даже сказать музей в Европе здесь внушительная коллекция о вселенной здесь есть планетарии разделы живого мира автомобилей аэронавтики аквариумы и конечно есть детский центр в котором обо всем об этом рассказывается именно с расчетом на то что интересоваться этим будет молодая публика здесь можно все узнать о мировой науке в игровой форме смотреться на поводную лодку органавтов кататься на на аттракционе синакс если уже выйти из городка индустрии конечно это сады тематические сады и банбуковые виноградные сад зеркалами и сад детских страхов и даже с дюнами и есть драконами следующий музей который действительно стоит посетить он тоже находится к северу от парижа это ле-бурже да это аэропорт ле-бурже где проходят часто авиавыставки и здесь расположился музей авиации и космонавтики удивительная совершенно коллекция самолетов конечно планетарий и в принципе здесь будет интересно любому возрасту путешественник если вы едете в диснейленд а я уверена что вы туда наверняка поедете если вы всей семьей выбираетесь париж что недалеко от диснейленда есть торговый центр валероб этот торговый центр находится даже рядом с торговой деревней левали вилляж да который наверняка вы знаете и вот в этом торговом центре валероб расположился огромный аквариум силай в перис это путешествие в глубины океанов там 9 тематических зон подводный туннель 360 градусов то есть в принципе это невероятное зрелище конечно в париже есть и в самом до париже музеи которые рассчитаны прям таки молодой публику все знаете музей гривен музей восковых фигур и вот очень интересная история это fly вью перис где благодаря виртуальной реальности можно путешествовать по франции виртуально с высоты птичьего полета действительно очень захватывающе и увлекательно ну и возможно даже зайти в музей шоколада куда же без него называется шок история где можно помимо того что попробовать шоколад еще и увидеть триумфальную арку в метровую величину сделанную из шоколада я думаю что все будут визжать от восторга хорошую погоду можно сходить за парк сад акклиматизации в самом центре булонского леса это на самом деле пейзажный парк и культурный комплекс и парк аттракционов уже много поколений детей их родители с удовольствием приходят сюда чтобы кататься на пони на маленьком поезде еще посмотреть даже спектакль кукольного кукольного театра гиньоль знаменитый французский гиньоль зайти в ботанический сад жардан де плянт это сад растений так называется отдохнуть от суеты устроить пикник и на территории же этого парка находится музей естественной истории где собрана совершенно потрясающая коллекция скелетов динозавров и мамонтов ну куда же без версалья наверняка все поедут в версаль королевский огород в версальском дворце стоит посетить это же нечто большее чем замок короля солнца да здесь людовик 14 разбил потрясающий огород 60 видов фруктовых деревьев представляете и действительно помимо большого трианона основного до замка с интерьерами версаля вы можете погулять по замечательным французским садам спуститься по сотни ступенек которые граничат с оранжерей и действительно окунуться в эту историческую прекрасную жемчужину франции там же можно посетить еще и ледники такие небольшие сооружения оснащенные искусственными технологиями изоляции и они используются традиционно для хранения льда немного необычное наверное еще одно место это аббатство райамон это прям вот путешествие в 13 век мы уже поняли что франция страна истории до страна культуры и истории и здесь можно узнать действительно об образе жизни монахов как они его вели восемь веков назад это полтора часа наверное езды от парижа где 6 половиной гектаров зеленых насаждений чудесный совершенно монастырский сад спроектированный полностью по средневековым технологиям наверно иль-де-франц регион в котором находится париж да мы называем парижский регион это и версаль и это многие другие замки в том числе это замок шантии огромнейший парк где можно понаблюдать за животными это где-то 4000 квадратных метров и конечно что очень интересно знаменитые сливки шантии одноименные сливки это наши обычные до сбитые сливки и вот они пошли именно из этого замка очень интересный замок который находится недалеко от парижа там буквально 35 километров чем он интересен что здесь расположились владения так называемого кота в сапогах во первых ни разу за время своего существования замок это где-то конец шестнадцатого семнадцатого веков он не менял владельцев и с самого начала постройки владельцы собственно тварянская семья бритей здесь аккуратно посаженные аллеи и оранжерея лабиринт из кустов самшитовых сады английские французские романтические пруды но приезжают сюда в основном дети с родители с детьми потому что это не именитость семьи бритей и не роскошные даже интерьеры замка хотя и то и другое безусловно верно это действительно воплощение сказочного мира известного французского писателя шарля перо который все знают того самого благодаря кому мы знаем о золушке о спящей красавице ослиная шкура под сапогах красная шапочка синяя борода мальчик с пальчик кого забыла и вот действительно в семнадцатом веке шарпер очень любил этот замок и он очень дружен был с семьей бритей он приезжал сюда и таким образом это действительно стало таким замком шарля перо и чтобы выковечить эту память здесь есть и комнаты спящей красавицы здесь и несколько замок залов синей бороды в небольшом домике в лабиринте в танце замерли золушка и принц в общем то это действительно настоящее путешествие в сказочный мир и хозяин замка считается кот в сапогах потому что здесь более двадцати фигур восковых фигур кота в сапогах каждый в своем наряде и в общем то действительно это очень увлекательное путешествие для всей семьи ну и конечно же если мы уезжаем от парижа то лучший способ наверное освежить знания истории у себя и у ребенка это отправиться в долину луары или в регион плату шаранка о котором мы поговорим попозже долин луары это действительно музей под открытым небом да как мы говорим давным давно в прекрасных величественных замках жили были французские короли и королевы роскошь и богатство в этих замках окруженных дивными садами и величественными парками и раскинувшимся на плодородных землях огородами действительно взрослые дети попадают в мир волшебных сказок замков в луаре очень много каждый посетить действительно нужно несколько дней отмечу несколько замков есть замок риво донжоны башни рвы это буквально волшебное королевство с четырнадцатью садами здесь есть опять же сад мальчика с пальчика и сад принцессы рапунца есть лабиринт алиса в стране чудес огород гаргантюа где высажены огромные совершенно гигантские овощи на большой картинке здесь видите знаменитый замок дам шинансо наверное шедевр эпохи возрождения тисовый лабиринт деревенская ферма с детской площадкой прекрасный совершенно ресторан очень интересное место будет интересно всем и наверное еще один замок для меня он самый интересный для детей замок ло люсе который связан неизменно с леонардо да винчи да как вот маленький тосканский мальчик по имени леонардо стал одним из величайших художников всех времен в том что он был большим другом короля франциска первого который в тот период жила в соседнем замке амбуаз и он не хотел расставаться своим другом и подарил ему этот замок замок ло люсе нельзя назвать замком эпохи возрождения как таковым потому что он скорее как такой мини домик да но мы его называем замком и леонардо закончился одним в этом замке и самое интересное что можно посмотреть здесь это опробовать на практике выполненные в натуральную величину изобретение да винчи сидеть на танке привести в действие возбужден воздушный винт управлять пулеметом покататься на лодке с грибными колесами переправиться через знаменитый двухуровневый мост 20 метров высоту то есть к ло люсе это действительно потрясающее место можно рядом посмотреть замок амбуаз и кстати в этом же месте есть замечательный парк мини шато недалеко от амбуаза это 40 королевских резиденций точностью воспроизведены в масштабе 1 25 такие такая долина луары в миниатюре ну и не могу не сказать про шамбор конечно самый сказочный замок многие говорят что именно он был скажем так таким впечатлением для создания замков и диснея но виктория со мной согласится или нет но я в это свято верю это действительно такой сказочный замок самый известный замок луары самый известный символ эпохи возрождения и замок на самом деле конечно известен больше таким внешним своим видом да и своими садами внутри он скажем пустоват но есть такое приложение которое можно взять там называется истопад мы наводим планшет на любую стену на любую комнату замка и попадаем просто в другое время здесь и пиршество королевской покоя короля и шкаф снарядами и действительно просто вот поворачиваем время вспять и конечно по долине луары можно как путешествовать на машине от замка к замку а можно покататься всей семьей на велосипеде вдоль вдоль реки и мы переходим к поту шаранься мы захотели сегодня рассказать именно об этом регионе как регионе семейного отдыха как я говорил это регион на западе франции новая квитания здесь расположен огромный зоопарк пальмира а также замечательный еще один тематический парк кого будущего называется футуроскоп если вы хотите увидеть во время отдыха с детьми наследие военного дела франции то приезжайте для расшель так старинным крепостям маякам поблизости от города неплохие совершенно пляжи подходящие для всей семьи кроме памятников здесь также есть морской музей поблизости от для расшель и музей механических фигур аквариум в соседнем городке кстати есть музей пирожного макарун миндальное печенье знаменитая французская печенье и мы переходим к тематическим паркам здесь я вот сейчас буду очень кратко говорить о тиснейленде наверное не буду даже ничего о нем говорить потому что самый известный парк самый посещаемый и я оставлю время виктории которые лучше меня знает этот парк и лучше и подробнее о нем расскажет хотелось бы еще остановиться на парке астерикс это парк в 35 километрах от парижа где есть 47 аттракционов шести вселенной да это именно античная такая галия название античной франции римская империя античная греция египет викинги и главный конечно персонаж это астерикс гал астерикс еще один очень интересный парк это даже скажем не парк аттракционов а скорее такой исторический парк пью и дифу тематический здесь 20 здесь такие деревеньки средневековые да здесь шоу которые каждое шоу их 26 но идет около получаса этой гладиаторские бои и описание французских легенд и каких-то исторических событий от средних веков до второй мировой войны очень интересный парк вулкане находится в заповедной зоне вулканов аверни где можно действительно узнать все не только о вулканах о том как они просыпаются но и о космосе каких-то еще природных явлениях которые связаны именно с этим регионом есть еще замечательный парк франция в миниатюре тоже 20 километрах от парижа и здесь как и в парке шато да в луаре здесь копии один к сети известных шедевров страны и версаль лувр нотр-дам он сен-мишель около 160 экспонатов которые действительно сделаны одним человеком и этот один человек это его детище и это потрясающе конечно тоже место можно машинка кататься можно все изучать действительно очень очень интересно и как я говорила действительно франция это страна природы и природные парки и заповедники они на самом деле очень интересные всем это и как-то восполнится да и подышать свежим воздухом и два интересных очень места это вот зоопарк сафари туари он находится где-то в часе езды от парижа это 150 гектаров можно своем автомобиле ехать по дорожкам либо можно пешком с экскурсией смотреть на гепардов на слонов носорогов гиппотамов вам будут переходить дорогу зебры жирафы снежные барсы там где-то медведи также есть ботанический сад и конечно небольшой замок такой очень уютный в стиле ренессанс который тоже можно посетить ну и это пожалуй камарка это сокровище франции это заповедная зона это болото солончаки это сада черных быков табуны вот этих белых камарских лошадей конечно розовые фламинго за которыми сюда все собственно и едут помимо фламинго здесь около 200 видов птиц ибисы аисты коршуны орлы цапли что касается быков есть даже своя корида она не кровавая там надо просто кокарду сорвать с этого черного быка в принципе она проходит один раз в год и в июле да вот как раз скоро первый пензельник июля и на это на эту кориду собираться очень многие любители этого вида спорта солончаки эгморт это розовые солончаки розового цвета лучше всего видны конечно же из городка эгморт и если вы приезжаете в камарк наверное стоит останавливаться в арле это город ван гога где как раз можно найти то место где он написал знаменитую свою картину ночная терраса кафе рядом пляжи рядом сент-мари-ду-ля-мер пляжи панпелона ну то есть принципе южный отдых да вот камарк почему нет это как раз прованс и мы переходим к отдыху на море здесь я очень быстро скажу есть резинное побережье до средиземного моря есть атлантическое побережье и там и там с детьми отдыхать здорово это и города лазурного берега это и пляжный отдых это и водные виды спорта почему нет на атлантике наверняка вы можете не только сами но и свои своих детей поставить на серф это самое знаменитое место где можно пока заняться серфингом сейчас конечно летний период который надо планировать но у нас есть и зимний период это отдых горах и франция французские горнолыжные курорты французских альп полностью сделано для того чтобы здесь отдыхали семьями потому что пока родители катаются на лыжах или занимаются опрыски или гуляют по магазинам курорты отмечены знаком family plus family plus это значит что они полностью предназначены для отдыха с детьми и здесь вы отдаете детей в горнолыжную школу и сэф окси жен самого молодого возраста самого молодого с двух-трех лет ставит на лыжи детей и поверьте после этого ваши детишки будут обожать горнолыжный отдых и здесь конечно есть и няне и детские развлечения комнаты и все это именно для семейного отдыха вот такой у меня был небольшой экскурс в семейный отдых во франции я бы наверное сказал бы вам сейчас кодовое слово но не буду я вам сейчас его говорить потому что я скажу вам попозже кодовое слово будет на самом деле очень известно я думаю что вы многие можете уже догадаться а сейчас мы перейдем уже к нашим партнерам и я приглашаю убера который нам расскажет о своем отеле любим он в париже предложит программы для детей и расскажет почему стоит остановиться именно в отеле любим он юбер hello it's up to you so uh we don't hear you please just uh yes you're you're my perfect hello everybody greetings from paris to everyone joining this and thank you very much anastasia for the great introduction and for presenting france in such a beautiful way so i think i need to travel as well as well in some of the regions yes i'm staying in paris while you are making your presentation i'm going to look for the tickets to france ah that's a very very good idea i will just share my screen with you so please let me know if you can see it already yes it's perfect yeah you can see okay perfect perfect so let's let's go let's come back to the capital of france paris where all most of the flights are going from your countries to paris coming to shall we go mostly and then the best way to discover paris is ready to stay in the golden triangle so golden triangle i'm actually i forgot to present myself i'm a direct sales and marketing of hotel le belmont uh who's like a family hotel and the hotels is private owned hotels since generations and um so it's a very familiar style it's located in this we say in the golden triangle you understand why it's in the golden triangle because i will show you uh the map here of paris so here you can see that um we are having chance it easy of course the the most famous shopping street in the world and you have for whether you have this little bag here on this is the famous louis vuitton store so um so it's a really three four minutes walking distance from our hotel um then the arc de triomphe is five minutes walking distance from us avenue montaigne we have all the the beautiful and also expensive shops uh and boutiques is 10 minutes walking and the same as trucadero eiffel tower 10 to 15 minutes walking uh if you go to aquarium it's 15 minutes so we are very very in the heart of paris and uh it's really the the best place also for families because from here you can go to other places you can take to rla for example if you want to go to disneyland uh it takes you around i would say 45 minutes um so which is very convenient yeah to move around paris to walk and also to uh to discover the city um i go back to the first slide because it shows the building itself which is in a hozmanian building so it's a typical palace parisian building it has six floors all together um on the second and on the fifth floor we do have private balconies so which makes it much more comfortable to stay in the hotel and when you enter the hotel you can feel that's a very parisian hotel so the hotel was uh completely refurbished a couple of years ago and um our owner who's also on the same time the general manager um he put a lot of efforts to choose really high quality products so for example um the lights here on in the lobby and also in the uh in the bar and also in the little saloon um they are from cartier so everything is really original everything is really really uh well yeah it's from made in france as well so so it's not from china it's really the french quality like here in the petit saloon which is like an extension of your hotel room because you can meet here with friends you can have coffee so it's it's really very cozy and nice place and everything here also um it's original then moving a bit further from this place um we are having the bar which is famous uh i mean i haven't seen the bar which has more than 120 uh different whiskey so we do have so you can do a whiskey tasting with more than 100 whiskies different uh categories so from from the cheaper one up to the most expensive bottle of whiskey that we are serving is 5 000 heroes so this is the this is that we have of course uh champagne so we do have also a big variety of different champagnes and cocktails so we are famous for that so when you come to paris then you have can have a drink and then you can move on after that uh to to the opera or to another places or to having dinner um so just about the bar another photo of the bar that you can see here in the same place we do serve also our breakfast breakfast it's a real breakfast so it's not like this little croissant and coffee we have a buffet buffet which is served until 11 o'clock every day so you have enough time to sleep and you have enough time to enjoy the breakfast um the hotel itself is uh has 74 rooms so it's a boutique hotel we are not too big but it makes it very cozy and familiar and people working in our hotel are since 10 15 20 years so we know our guests we know how to adapt also to the guests needs and we need we meet the guests personally and we really try to personalize the state of each guest we do also have russian-speaking people working in the hotel um in the reception and other services as well so if your guests and your clients are not very good in french or in english it's not a problem we we are happy to to also serve them in russian um in total we have 74 rooms as mentioned the first category is classical rooms the second is superior then we go to the luxe and to to the suites i will show you a little bit briefly the difference between the room categories um so the classic room is um is um the first entry category so which is around 20 to 22 square meters you have a high ceiling and and you can see on the bed here or behind the bed it's like the curtain yeah so 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 the designer of the hotel is monsieur danon who designed the whole hotel a couple of five years ago and who made it really like authentic and with touches of of the opera in paris so of opera lovers um yeah it might must be something very nice to have it and um the size is quite good for paris because you know that four star hotels five-star hotels sometimes start only with uh smaller rooms with 17 18 square meters so the size for for the first category is quite good um so that's about the first category of course we do have uh water cooker we have nespresso machine slippers bathrobes everything is in the room also in the first category and free water as well um then going to the second category showing it's a little bit bigger it's around 25 square meters it's a superior category um what is also interesting to see the chairs and all the rooms are the same that you can find in opera garnier in paris so it's the same designer it's the same production and it's made in france so everything is very authentic and very very well chosen and uh it's connected to paris uh what we like to do is also for our guests to personalize the stay if you know that your guests coming for a special occasion that they are having like a honeymoon a birthday or something special so we are happy to to provide champagne complimentary to the room welcome amenities chocolates wine things like that so so just if you book with us directly just let us know uh what's what's the reason your guests coming from for to paris then we are happy to arrange everything for you um in the bathrooms we we use the product la ligue uh which is also quite known in france um and we do have connecting rooms quite interesting also uh for families where you can have children in 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 the next room to you but we can also twin all the rooms almost all the rooms you can twin so it's very convenient for children as well um the blacks category which is bigger category which has around 30 square meters very comfortable especially when you're staying for longer time when you're staying like five six seven nights because you have a you have a sofa bed on the right side where you can have also two children um you have high ceiling and um about all the windows and all the rooms because we are located in a small street which is not noisy you cannot compare it to to champs elysees uh so that's also a big advantage uh staying in the hotel not being on champs itself where it's like a lot of people a lot of things going on um it's a quiet small street but anyway the windows are a double windows proof so so you don't hear any noise so you can sleep very well even if you sleep to this to the street side but we have also the courtyard side so you can choose between both of them and this is what i've mentioned that we can twin every room uh every bed in the room um also for children or for couples who prefer to to be twin or for friends when they're staying together for example a very nice suite uh is the junior suite uh it's located on the sixth floor because you can imagine in in french in parisian houses in the house mania buildings the sixth floor is a little bit different you can you can see the wall which is a little bit cut like that it's historically so what we did is we we put big windows into uh in the during the renovation process and that's our guests can see the sky from their bed so which is pretty nice especially from when guests coming from countries like middle east and they they don't have usually snow and they don't have um um rain in their country a lot uh so they like to see it in winter time for example when when they come in our hotels they love it of course you can close down the curtain yeah that's not the problem but in this junior suite you have two rooms so also on the in the second room you are having um a sofa bed where you can also have two adults or two children if we prefer so then you can stay everybody can stay together in this in this suite uh the size is around 35 square meters um my favorite suite as uh as we call the the yeah the suite or the imperial suite um which is a suite uh of around 45 square meters uh you have a big walk-in closet closet in the street um where you can put all the lighter just it's very nice if you're staying for longer time you have um um and walking area also in in the back part you have separated bathroom and toilets uh you have shower ends and the bath tube as well uh but the most interesting about the street is the suite as the balcony because the balcony uh as i mentioned on the second on the fifth floor you have private balconies but this is the biggest one so we have around 15 square meters private balcony in this in the suite so beautiful views where you can have your drink your breakfast as well um it's a very nice nice one especially many guests booked for special occasions when they have birthdays some proposals uh or just for a romantic stay in paris so this is very very nice but anyway if you say i want to come with my children and i want to have the suite with the balcony uh we do have also the pullout sofa here for children so that's not a problem so that's about the rooms um moving forward uh we do have a fitness center so we just recently renovated the whole spa so we upgraded the spa uh the fitness is open 24 hours um and the spa we are working with a brand which is called terra k so we do have um sauna and hammam as well um which is free of charge so so we just include it in in all the and all the rates that we will give you to your clients that you can use the spa free of charge and um the brand that we started working with is a is a high quality um luxury brand which is called terra k so which is quite known in france uh for all the treatments that you can have we have the treatment rooms for couples as well so which is quite nice so yeah some details of the of the hotel so as i mentioned everything is really well chosen it's it's french quality um and it's high quality and also the the beds for example you have the same beds that you can find also in five star um um palace hotels like four seasons or sunk or in a way i want so for example you have the same bedding um so it's the same provider that we are using because our owner says that you need to sleep well when you are traveling somewhere and that's the reason why why he invested uh this this amount of money so to summarize um i forgot one thing at the japanese toilet uh we do have in all the rooms also in the classic rooms japanese toilets no the total toilets they are self-cleaning so quite uh quite nice the la ligue products and all the rooms of course everything is air conditioned in the whole hotel so you don't need to worry if um if you come in somewhere you can find your room at your preferred temperature anytime uh bathrobe and slippers we do also have uh phone dock stations pillow sprays and and tea facilities so all this is standard for us in in the hotel so the location is really the to sum or sum up the location is really the the best thing also about the hotel because it's it's the golden triangle so it's new champs lisee and everything is very close by so you can walk or you can if you want to move to another part of the city like la vilette like anastasia mentioned um you can get there in 20 minutes around yeah so so everything is very very nice located uh the room size is good uh for paris um we have rooms with private terraces um the hotel is very authentic and very personal so you will feel it when you come you feel like uh like you're coming home you feel like like you're you're part of the family and and so we have many returning guests we have like more than 30 returning guests um who like to stay with us yeah because they appreciate the personal service um hamam is inspired i have mentioned and the service the service we we do a lot of efforts we do a lot of things uh to really personalize the service and that our guests feel comfortable and they say wow that was a really really good stay um i before i used to work for palace hotels as well so for me it's also very very important to give the best service possible to you and your clients and to personalize the service as well why not so i would say that's it about our hotel uh so i will be more than happy to welcome you and your guests um in paris in the golden triangle next to sean ziz and if you have any questions uh either you can post them quickly in the chat and i will happy to to answer them all your contact can contact me directly uh you can call me or you can send me an email and i'll be happy to answer and uh yeah so thank you thank you so much and i will give thank you very much it's really a wonderful hotel really really greatly placed in the center of everything of shopping museum culture entertainment so uh dear guests dear friends please don't hesitate to contact hubert uh this is a new hotel for us and we really would like to um to have this hotel known as it's really one of the best placements in paris uh thank you very much and we переходим к следующему нашему партнеру нашему другу нашей подруге я бы даже сказала пожалуйста дорогие друзья не стесняйтесь задавать вопросы в чат писать юберу нам у вас есть контакты анны у вас есть мои контакты мы будем рады ответить на все вопросы и прежде чем я передам слово виктории которая расскажет нам о замечательном парке диснейленд я уже вижу ее бантик мини-маус с ее ушками это и такой классический у нас костюм на наши встречи друзья но я не буду показывать сегодня кодовое слово которое понадобится вам для прохождения теста и получения диплома и конечно это диснейленд кодовое слово диснейленд и мы будем рады если вы его запомните и не не забудете будете использовать виктория вам слово спасибо большое спасибо спасибо всем кто пришли я постараюсь уложиться до в оставшиеся у нас 15 минут вы меня торопите если я вдруг буду так я плохо поделилась экраном сейчас я еще раз это сделаю прошу прощения поделилась без музыки а как же мы без музыки то не как же вот 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 теперь надеюсь у нас заиграет с вами а Дорогие коллеги, добро пожаловать в волшебный мир Диснейленд Париж. Территория большая, два парка, семь отелей, восемь отелей-партнеров, железнодорожный вокзал, городок Дисней Вилледж. Настюша уже упоминала о том, что прекрасный шопинг-центр Вальда Ильюра есть для Вали Вилаш. Все на территории, включая даже поле для гольфа. Представляете, то есть все-все есть. И, как сказал вам Убер, действительно, воспользовавшись Эруэру, это буквально 35-40 минут от центра Парижа. И вы прибываете, ваши гости прибывают прямо на ЖД вокзал. Понятно, что можно организовать трансфер в красивом черном лимузине и сделать все, что угодно. И от, собственно, аэропортов это также находится недалеко. На самом деле, поезд АЖВ идет всего 7-8 минут. А, соответственно, трансфер занимает, ну, там, порядка получаса, поскольку это немножечко в объезд. Я не буду останавливаться на цифрах. Понятно, что, обещаю вам, вопросов по цифрам не будет. То, что, наверное, важно знать, это то, что парк работает круглый год. И действительно, очень много гостей приходит каждый день и в год. Поэтому, собственно, важно, я потом вам покажу несколько таких советиков, чтобы вы знали, как гостям будет максимально комфортно. И я всегда, честно говоря, останавливаюсь на том, на двух важных моментах. Это, во-первых, обязательно удобная обувь. Никаких каблуков, потому что ходить, то есть 10 тысяч шагов, которые нам советуют врачи проходить в день в Диснейленде, вообще не проблема. Поэтому обувь должна быть удобная. И, наверное, такой второй момент я пока забыла, но как только я вспомню, я к нему вернусь обязательно. Собственно, действительно, вот, наверное, давайте пока на удобной обуви остановимся. Что касается парков, для того, чтобы всех окончательно запутать, да, комплекс развлекательный называется Диснейленд. И первый парк, большой, с замком спящей красавицы, в центре, с парадом, с вечерним шоу, также называется Диснейленд. Разделен он на пять волшебных стран. И, собственно, каждая страна со своей музыкой, со своими костюмами у персонала и со своей тематикой. Есть и страна фантазии, есть и страна будущего. Все очень и очень интересно, конечно, рассказывать про Диснейленд. Я вам могу сутками напролет, и все обычно с удовольствием слушают. Но сегодня у нас формат коротенький, поэтому я просто дам такие ключевые вещи, а потом дам свои контакты. Собственно, они есть в Атуфранс. И я с удовольствием, девочки меня давно и хорошо знают, с удовольствием отвечаю на любые вопросы и рассказываю все подробно, максимально. Около 60 аттракционов расположено в обоих парках. Парк студии чуть поменьше. Но парк студии интересен тем, что, во-первых, так как он поменьше, вокруг него есть еще не занятые территории. И, собственно, вокруг этого парка как раз и будут происходить интересные волшебные вещи. Дальше уже открылся Кампус Мстителей, я расскажу о нем. И, собственно, там, допустим, вот на Башню Страха, которая у нас в Hollywood Tower of Terror, происходит каждый вечер такое дополнительное волшебное шоу. Тоже его можно посмотреть. Персонажи Marvel живут как в отеле New York, так и в парке студии. И, собственно, далее будут добавляться еще две волшебные земли, посвященные нашему прекрасному холодному сердцу с Анной Эльзой. И поговаривают о том, что будет даже свой второй замок. И, конечно же, Звездные войны, Земля в стиле Звездных войн также появится. Ну, это мы с вами говорим о перспективе уже там 25-26 годов, примерно вот так. Естественно, те самые 60 аттракционов, о которых мы говорили, да, они позволяют сделать выбор для любого возраста и любой, как бы вам сказать, степени подготовки, да, то есть желанию пощекотать себе нервы или желанию развлечь детишек и себя в спокойной достаточно обстановке, есть абсолютно все виды аттракционов. Что касается дополнительных важных вещей, я обещала сказать вам о том, что как, не то чтобы бороться, да, а как сделать максимально комфортное пребывание. И это, конечно же, вот этот наш прекрасный премиум, премиум эксос, тот самый, то самое, что мы знаем с вами как паст-паст. Да, и вспомнила, что второе я хотела сказать, помимо удобной обуви, желательно приезжать в Диснейленд со вторника по четверг, избегая таким образом не только субботу и воскресенье, но и больших школьных каникул французских, которые, к счастью, не совпадают с нашими с вами каникулами школьными. Поэтому все это с удовольствием я вам подскажу, расскажу, когда лучше и что лучше делать. И, наверное, вот про мобильное приложение я сейчас тоже остановлюсь. Такие вот замечательные две важные вещи. Что касается мобильного приложения, да, оно есть прекрасно и в App Store, и в Google Store. Ничего не надо его бояться, оно не будет предлагать вашим гостям в обход вас что-либо забронировать ни в коем случае. Это такой замечательный, прекрасный помощник, который рассказывает, к сожалению, да, только на английском или французском языке, на наших с вами языках, включая там русский язык, пока нет такой опции. Но, тем не менее, все достаточно визуализировано, все можно посмотреть. И карта внутри, и время ожидания аттракциона, и, собственно, даже забронировать столик, и даже сделать онлайн чек-ин, вот, собственно, и вот-вот добавят, да, ключ от номера в наших, в отеле Нью-Йорк, например. Также в мобильное приложение можно будет мобильным приложением открывать свой номер. И вот этот вот ДПА, это вообще Диснейленд вообще страна сокращений. Это как раз и есть наш прекрасный, да, Дисней Премьер Эксос, который действует, естественно, не на все аттракционы. Действует он на 12 аттракционов на данный момент. Стоит он порядка 100 евро, то есть это тоже та же оплата, как и за входной билет. Причем надо знать, что если гости проживают на территории отеля, в отелях Дисней, то входные билеты у них уже входят. Поэтому никаких дополнительных входных билетов покупать не нужно. А вот этот вот Премьер Эксос как раз было бы здорово предложить. Опять-таки, да, мой совет в том, что не стоит гостям, и, допустим, да, мы обычно советуем приехать на три дня, две ночи для того, чтобы более-менее все посмотреть и везде покататься. Смысла держать этот Эксос на три дня тоже особого нет. То есть имеет смысл взять его, например, на второй полный день, да, когда гости спокойно откатают эти свои 12 аттракционов и, собственно, в остальные дни будут наслаждаться другими аттракционами парка. Конечно же, конечно же, самое главное событие вот этого года, и началось оно еще у нас в прошлом году, это прекрасное 30-летие парка. Парк открылся в 92-м году. Вот, собственно, в прошлом году нам стукнуло 30 и продолжаем праздновать. И, конечно же, дневной парад изменился. Конечно же, вечернее шоу изменилось. Появились шоу и Король Лев, и Микки, и Волшебник. Все это в рамках празднования 30-летия, которое у нас продлится до 30-го сентября этого года. Но, естественно, мы не говорим о том, что 1 октября вообще нечего будет делать в Диснейленде. Нет, конечно же, все сохранится и парад, и шоу, и все-все-все-все. Просто это уже не будет таким вот праздником. Поэтому, если есть возможность и есть желание у гостей приехать этим летом или в течение сентября, это, конечно, нужно сделать. Естественно, и Микки, и все его друзья приоделись к 30-летию. И, конечно же, появилось дополнительное при шоу до вот этого вечернего шоу-проекции на замок спящей красавицы. Это дополнительное прекрасное шоу. И, конечно же, дополнительные мини-парадики. Я бы так их назвала. Дневные шоу с выступлением персонажей в ярких костюмах. Все это есть. Все это входит, по сути, в стоимость входного билета, в стоимость проживания. Ничего внутри уже ни за что доплачивать не нужно. Важно, наверное, знать, что на все шоу желательно приходить, конечно, чуть заранее. Но, опять-таки, вспоминая, да, наше с вами мобильное приложение, там расписание есть всегда. И, конечно же, вот мы с вами убежали, да, из парка Disneyland, парк Walt Disney Studios. И если вы узнаете очертания самой высокой башни, башни страха голливудской на территории парка студии, там вот у нас прекрасные дроны делают шоу в стиле Marvel по случаю, собственно, открытия, да, кампуса Мстителей каждый вечер. То есть у нас целых два шоу. Но хорошо то, что шоу Marvel у нас и парк студии у нас закрываются всегда на час раньше парка Disneyland. Нужно это для того, чтобы гости смогли посмотреть и то шоу, и другое, потому что шоу Illuminations, оно проекция на замок спящей красавицы в парке Disneyland. И, конечно же, да, наша замечательная новая вселенная Marvel, новая, она, естественно, для Disneyland, для парка, для вот парка Walt Disney Studios, все прекрасные персонажи, и Человек-паук, и Железный человек, и Капитан Марвел, и Тор, все в гости к нам. Это действительно удивительно, что персонажи создают, и два новых аттракциона у нас открыло специально по случаю, собственно, открытия вот этой новой земли. Можно и пострелять паутиной вместе с Человеком-пауком, и почувствовать силу Капитана Марвел и Железного человека, помочь им спасти мир, естественно. И, конечно же, увидеться прям практически вот близко-близко и с Человеком-пауком, и с прекрасными персонажами всех-всех-всех фильмов вселенной Марвел. Все это можно увидеть на территории, собственно, Кампуса Мстителей, то есть это не просто два аттракциона, а это еще и дополнительный экшен вокруг. И вот, например, Центр подготовки героев, он у нас находится в отеле Нью-Йорк, и там можно, соответственно, также практически подготовиться и стать мстителями. Ну, это скорее больше для деток, да, но, тем не менее, все очень здорово сделано. Мини-шоу, конечно же, проходит уже в парке-студии. И, конечно же, обязательно, куда же без еды, прекрасная лаборатория, прекрасный завод Stark Industries, вот, обслуживает и предоставляет питание для гостей в парках. И второй такой интересный из Человека-муравья, это, собственно, такая молекулярная кухня, да, с такими вот красивыми синими коктейлями, красными коктейлями, все что-то большое, что-то маленькое. И, конечно же, не пугайтесь, просто меня произвело такое интересное впечатление, когда я первый раз пришла, все официанты ходят в белых халатах. Это не потому, что мы все вдруг заболели, а это потому, что это прям вот молекулярная лаборатория, где вот официанты для полного эффекта присутствия. И, как я уже говорила, да, у нас не так давно открылся отель New York, открылся он в стиле Marvel, и, конечно же, это на данный момент самый ближайший отель к входу в парк. К сожалению, наш отель Disneyland все еще готовится, обновляется и готовится к открытию в 2024 году, поэтому, собственно, пока вот наш прекрасный четырехзвездочный отель New York в стиле Marvel со своими встречами с персонажами, со своим тренинг-центром, с бассейном, с фитнесом, естественно, все это есть. Два ресторана, каждый в своем стиле, два бара прекрасных, все я перечислила, естественно, обязательно магазин. И если кто-то помнит, давно-давно около New York были такие прекрасные теннисные корты, вот из них сделали такую центр подготовки героев, да, под открытым воздухом, там поставили тренажеры, можно побегать, есть беговая дорожка, очень-очень все прям прекрасно. Про каждый номер, конечно же, не расскажешь, и, естественно, вы прекрасно знаете, что помимо номеров Superior у нас есть клубные номера и сьюты с отдельным ресепшн, с отдельным завтраком, с перекусами, с чаем и кофе. Все выглядит прям так очень по-хай-тековски, очень красиво, действительно, все прям новенькое, чистенькое в такой вот Marvel теме. И, конечно же, да, Marvel не единственный отель, New York не единственный отель, у нас есть еще одна четверка Newport, у нас есть трешка Sequoia, трешка Cheyenne, Santa Fe, двушечка, все-все-все это есть. И, конечно же, отели-партнеры, все это можно посмотреть. Что касается, быстренько пройдусь, чем отличаются отели Disney, да, от отелей-партнеров, конечно же, туда приходят персонажи. И, наверное, такой важный момент, да, помимо того, что, конечно, каждый в своей тематике, и они находятся в непосредственной близости от парков, важное дополнение, это вот то самое дополнительное время волшебства. Для всех проживающих в отелях Disney парки открываются на полтора-два часа раньше. То есть, по своей карточке, карточке-ключе можно пройти в парк до открытия для всех остальных гостей с билетами и проживающих в других отелях и покататься на аттракционах, что, конечно же, чем обязательно нужно воспользоваться. Что касается других отелей, да, вот, собственно, на месте, да, Disneyland отель является, по сути, таким входом уже в парк. В парк студии встречает нас башня с вот такими прекрасными ушками в виде Мики, водонапорная башня. Это вход в студии и по городку Disney Village можно пройти как до отеля New York Marvel, так и до Sequoia Lodge и до прекрасного отеля Newport. То есть, можно ходить пешочком, можно ездить на шаттлод. Вот, естественно, ключ от номера, на него записывается очень много всего важного и полезного, включая, да, возможность расплачиваться им в магазинах и ресторанах и потом, собственно, получив уже финальный счет, оплатить его кредитной картой. Ну, парковка нашим с вами гостям не очень актуальна, скажем так, но, тем не менее, собственно, все-все-все это есть и вот такая вот у нас волшебная палочка в виде такого красивого желто-синенького ключика от номера. Я затронула чуть-чуть рестораны, наверное, хотела бы развеять один такой миф. Есть такой миф о том, что Диснейленд – это один сплошной Макдональдс, один сплошной фастфуд. Это совсем не так, как аттракционов у нас порядка 60, магазинов у нас порядка 60, так и ресторанов у нас порядка 60. И предоставляют рестораны абсолютно тоже на любой вкус и возможности. Есть, конечно же, конечно, есть быстрое питание, можно перекусить прямо в киоске, но есть и то, чем, скажем так, ценен Дисней, да, это прекрасное питание с персонажами, можно пообщаться как с принцессами Дисней, так и с Микки и его друзьями. Есть шведский стол, что, в принципе, очень удобно, да, для гостей, которые не очень уверены в своем знании иностранных языков. Все стоит перед вами, можно прийти, выбрать себе еду, и это всегда быстрее. Это тоже надо учитывать, что любое питание с обслуживанием столов, это, ну, по сути, да, если мы говорим, что гость может покушать за 30-45 минут на шведском столе, то обслуживание столов это час-полтора. Это тоже надо учитывать, чтобы у гостей потом, знаете, не складывалось впечатление, что они никуда не попали, потому что обедали и ужинали там по полтора-два часа. Так что имейте это в виду. И, конечно же, да, я уже говорила, что очень большой комплекс Диснейленд. Напоминаю про удобную обувь, напоминаю про вторник-четверг, дни посещения. Собственно, напоминаю про наши прекрасные экс-фаст-пассы, да, теперь они называются у нас премьер-эксосы. На ЖД вокзал приходят поезда не только из центра Парижа и не только из аэропорта, но и из других стран и городов Франции и Европы. Отели-партнеры расположены в целом достаточно близко и можно, соответственно, также от всех ходят шаттлы. Гольф-поле, ну, знаете, любители бывают разные, знаете просто о том, что они есть. И тот самый торговый центр Вальдель-Юроп, и это одна станция Эруэра, вот буквально отсюда до сих пор, то, о чем Настя нам уже сказала. И непонятно, почему у меня все зависло, прошу прощения, наверное, на этом надо нам уже закругляться. Так, ну, и только если девочки у меня отнимут возможность делиться экраном и вернут вас в состояние общения друг с другом, потому что я, к сожалению, ничего, то есть компьютер не реагирует ни на что. Аня, попробуй чем-нибудь заново поделиться и убрать тогда. Убрать историю экрана. Спасибо большое, Вика, это было действительно очень интересно. Я думаю, что всем сегодня захотелось сразу же побывать везде. Друзья, я благодарю вас за сегодняшнее время, за вашу внимательность и за ваше внимание. Я благодарю наших дорогих партнеров Юбера и Викторию. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Все контакты у вас будут. Анна Нагальна вам все отправит. Также будет запись. Также будет, конечно же, тестирование. И дальше мы уже перейдем и к диплому, и к следующим нашим вебинарам, которые, поймите себе, уже будут в осенне-зимний период. Это где-то будет ноябрь-декабрь, как это было и в прошлом году. Это будет уже такой завершающий модуль эксперт. И мы очень надеемся, что все вы будете с нами и все вы станете экспертами по Франции. Thank you very much, Юбер. Thank you very much, Виктория. Я думаю, что на сегодня все. Мы вам желаем отличного продолжения недели, отличных выходных, отличных праздников, отличного отдыха, который наверняка у вас планируется летом. И мы очень, конечно же, надеемся, что вы, ваши друзья, ваши клиенты проведут этот отдых во Франции. На этом мы завершаем. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Спасибо от Франс. Спасибо нашим прекрасным гостям. Спасибо. Thank you to everyone. Greetings from Paris. Спасибо всем. Have a really great week. And thank you to Anna and to Anastasia for organizing, putting all this together. Hope to see you soon. Yes. Спасибо. Thank you very much, друзья. Большое спасибо. И до скорых встреч. Все ссылочки, все материалы вам будут отправлены. И не стесняйтесь, задавайте вопросы, требуйте дополнений. Мы всегда рады вам помочь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...